Алексея Андреева трудно увидеть в стенах Альма-Матер без дела. Молодого ученого то и дело приглашают на различные международные конференции и форумы. И неудивительно, ведь тема его научных трудов просто поражает воображение. На сегодняшний день молодой исследователь работает над анализом поверхности Марса и его гравитационного поля. Космическая навигация имеет ряд своих проблем. Их необходимо решать, а как покажет анализ. Дело в том, что у современных наземных навигационных средств, которые используются для обеспечения экспедиции к Марсу и другим планетам, существует немало недостатков. Основной из них — отсутствие оперативности решения задач управления космическими аппаратами и объектами на поверхности небесных тел. Разработанный Алексеем метод носит прямое практическое значение. Благодаря ему погрешность подсчета в посадке космического корабля можно резко сократить. Цель работы заключается в создании единой системы навигационного обеспечения для того, чтобы можно было осуществить навигационное сопровождение различных спутниковых миссий, а также для увеличения точности посадки космического аппарата при выполнении лунных проектов, намеченных Роскосмосом на ближайшие годы. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Работа исследователя, связанная с определением положения системы координат космических тел, позволяет увеличить точность посадки космических аппаратов в 10 раз. Сейчас она составляет 2-3 километра. Если сделать все необходимые расчеты, то можно увеличить точность до 200 метров. И также мы можем анализировать карты поверхности Луны и Марса. То есть мы определили фрактальную размерность, далее мы можем определить фрактальную размерность для других карт, сравнить эти значения и сделать выводы. Никто в мире при помощи фрактального анализа не изучал физические поверхности тел Солнечной системы. Так что работа молодого ученого Казанского федерального университета является бесспорно уникальной. Теперь Алексей планирует запатентовать свой метод и программный продукт, совершенствовать его и демонстрировать только самые новые результаты. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.